Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. Сегодня мы поговорим о том, что некоторые водители Приор будут платить страховку ОСАГО 16 тысяч рублей. Разберемся в этих цифрах. Начинаем, поехали. Теперь весть от нашего информационного партнера Пятигорского государственного университета. Хочешь получить качественное образование, владеть несколькими иностранными языками и быть востребованным на мировом рынке труда? Поступай в ПГУ, не выходя из дома. Приемная комиссия работает в режиме онлайн. Подавай документы через официальный сайт ВУЗа. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Эту красавицу выбросили хозяева, потому что ребенку появился новый каприз. Годовалая кошечка привита, стерилизована, обработана и имеет аристократическое воспитание. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. Сегодня у нас очень полезный гость, руководитель страховой компании «Реса страхования» в Карачаево-Черкесии Альвина Халкечева. Мы поговорим о том, почему некоторые водители «Приор» будут платить страховку «ОСАГО» 16 тысяч рублей. А еще мы поведаем о том, на что должна обратить внимание мать, когда сын покупает некоторые виды автомобиля. Потому что некоторые виды автомобиля могут привести к одному виду тюрьмы. На 24 августа запланирован у нас старт беспрецедентной реформы по «ОСАГО». Суть которой состоит в том, что для порядочных водителей страховая стоимость снизится, а для агрессивных водителей повысится. Когда слово «реформа», всегда сердце ёкает и начинает думать, что же на этот раз такого придумали, аж даже не верится, что что-то хорошее можно ждать. Вот докажите мне, что после 24 августа, если я порядочный водитель, то мне станет хорошо. Однозначно станет хорошо, потому что стоимость для порядочных водителей, для хороших водителей с хорошей страховой историей понизится. Четко пройдет связь между агрессивной ездой и стоимостью полиса. Давайте возьмем пример. Вот, допустим, «Приора». Массовый сегмент на автомобильном рынке Крачево-Черкесии. «Порядочный водитель». Сколько у него может стать теперь страховка? Страховка может колебаться от 2,5 тысяч до 16 тысяч, к примеру. Это за «Приору»? Это за «Приору», да. Так, теперь 2,5 тысячи рублей – это, конечно, очень приятно. Теперь давайте сначала с низкой цены, а потом до высокой дойдем. Как мне объяснить вам, что я порядочный гражданин и я хочу скидку и заплатить за «Приору» 2,5 тысячи рублей в год? Как вы поймете, что я хороший? Это определяет уже по новому законодательству, которое у нас вступит в силу 24 августа, страховая компания. То есть в пределах коридора по указаниям Центробанка увеличили этот коридор как вверх, так и вниз на 10%. Соответственно, внутри этого коридора дали возможность страховым компаниям ставить те тарифы, которые считают возможным. Альвина, ну подождите, вот я хочу низкую цену за страховку. Вот страховые компании теперь решают по инструкциям Центробанка. Мне кому с шампанским конфетами надо подкатить, чтобы все-таки цены снизили? Или это от подкатов не зависит? Нет. Вы мне объясните, чтобы коррупционной составляющей не было? Однозначно, никакой коррупционной составляющей не будет, потому что это не решает человек. Не к кому подойти с цветами и решить вопрос о стоимости страховки. Это определяет страховая компания. Естественно, используют все данные, доступные данные. То есть компьютер определяет. Да. У нас есть возможность определять риски конкретных водителей, так как мы всегда это делали, потому что мы принимаем по добровольным видам страхования и определяем риски, которые мы принимаем. Сейчас у нас будет возможность определять эти риски и по ОСАГО в том числе. Если раньше мы этого не могли сделать, то сейчас мы можем определить актуальность данных на данный момент. Я, допустим, беру водительские права, смотрю на них, говорю, свет мой зеркальце, скажи, мне кажется, что я хороший. По каким критериям я могу быть уверенным, что я сам себе не делаю лезть, а все-таки я порядочный? Или, может быть, что-то надо упорядочить? Каким водителям будет дан статус порядочный человек? Ну, не будем проводить такой статус порядочности. Не агрессивный. Не агрессивный, может быть, да. Вот четкая линия будет проведена между нарушителями правил дорожного движения и стоимостью полиса. То есть, если я не нарушаю правила дорожного движения, на меня не выписываются штрафы, камеры меня не ловят, то я могу надеяться со своей приорой на страховку 2,500. При этом будет также учитываться возраст стаж водителя обязательно, также безаварийная езда, скидки КБМ. И все остальные много коэффициентов, которые определяют все-таки исходный тариф, итоговый тариф. Значит, если все-таки к зеркалу вернуться, то, значит, я должен, мне где-то лет 40-45 должно быть. Я не должен нарушать правила дорожного движения, безаварийно ездить. И у меня должна быть приора, чтобы на 2,500 рассчитывать. Не обязательно приора. Есть машины до 100 лошадей, таких как приора, мы сейчас говорим. Есть и другие машины. Но безаварийная езда обязательно должна быть. Теперь, каким надо быть агрессивным, чтобы 16 тысяч заплатить за ту же приору? В законе прописано, что грубые правонарушения должны быть обязательно. То есть, это состояние опьянения, если вас поймали. Это отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Скрылся с места ДТП. Это все влияет на итоговый тариф. Если мы видим эти правонарушения, мы имеем право повысить тариф. То есть, у вас есть доступ? И вы можете видеть? Конечно, это открытая информация. Теперь, если касаемо тарифов, мы более определили, что порядочным будет хорошо. Но, допустим, меня лишали прав за пьяную езду. От освидетельствования отказывался на красный свет, двойной, сплошной и так далее. У меня целый букет этих нарушений. И мне грозит 16 тысяч рублей страховка на мою приору. Но я могу же не застраховаться. Но и без страховки буду ездить. Поймают меня. Ну, 800 рублей штраф, половину быстренько оплачу, 400 рублей. 400 рублей, 16 тысяч – это разные. Теперь скажите, пожалуйста, это не произойдет ли так, что в Карачаево-Черкесии владельцы, агрессивные владельцы приор, будут отказываться от ОСАГО и создавать экономическую опасность. на дорогах, кроме, извините меня, опасность жизни. Вполне возможно, так тоже может произойти, если учитывать тот момент, что у нас и сейчас многие водители ездят без полиса ОСАГО. Об этом мы тоже с вами говорили. Более 30% водителей сейчас на данный момент ездят без полиса. В дальнейшем тоже может сложиться такая ситуация. Но рассмотрите, к примеру, такую ситуацию, когда ты едешь без страховки, ты правонарушитель, который проезжает на красный свет и случайно бьет чужую машину. Соответственно, ущерб составляет в пределах 400 тысяч рублей. Платить кому, если нет виновной компании? Платить самому человеку, который не соизволил сделать страховку за 16 тысяч рублей. Ой, прям испугали. Если на мне ничего не написано, ни дома, ни работы, ничего, я гол как сокол. Ну и что вы мне взыщите ли? Разве у меня с этих 400 тысяч рублей? В законе предусмотрены все-таки меры пресечения таких вариантов, которые озвучиваете сейчас вы. Думаю, вплоть до лишения прав может дойти. Поэтому стоит ли овчинка выделки? Ну да, права могут лишить. Сейчас в Карачао-Черкесии 1200 человек так лишились прав. Соответственно, да. Если не хочешь больше ездить... Напугали. Да. Скажите, пожалуйста, когда все-таки начнут ловить водителей без страховки ОСАГО? В Москве-то уже начали тестировать. До нас когда это дойдет? Тестирование все продолжается. Мы это пытаемся сделать, правительство вернее, пытается сделать с 2018 года. Проблема в том, что нужно объединить две крупные базы. То есть база ГИБДД и база РСА, Российский союз автостраховщиков. Там, где хранятся сведения о транспортных средствах и о действующих полисах. На данный момент пока затягивается этот процесс и все еще в тестовом режиме. Некоторые водители уже получают уведомления, что у них нет страховки, однако штраф все так еще и не ввели. В Карачаево-Черкесии тоже? В Карачаево-Черкесии тоже нет штрафов. Но уведомления, говорят, приходят. Теперь у меня такой вопрос. Вот у нас в республике, но и в России в том числе, очень много машин с армянскими и абхазскими номерами. Люди предпочитали эти машины, потому что камеры их не ловят, штрафы не выписываются и так далее. Теперь скажите, пожалуйста, как будут выписываться им страховки ОСАГО на территории Российской Федерации? И как вы при выписке этой страховки на водители таких, назовем импортных машин, иностранных машин, этой страховке будете определять их агрессивность или все-таки порядочность? Потому что если их камеры не ловят, откуда вы будете знать? Не получится ли так, что я со своей приорой, извините меня, буду в ущербе, а он со своей бэхой, но с армянскими номерами, будет колесить по республике и нарушать все правила? Еще у него страховка будет дешевая. Ну, не смотрите на это так. Каждый водитель должен следить в первую очередь за собой, а не за стоимостью страховки других людей. Опять же, в законе это предусмотрено, и страховые компании оформляют полисы для иностранных машин, как не для резидентов Российской Федерации. Это все предусмотрено, расчет там тоже предусмотрен, считается по собственнику транспортного средства, поэтому это все будет корректироваться и продолжается внесение изменений. Но мы следим за этим. Ну вот, Карачево-Черкесия получила высокий тариф от Центробанка по ОСАГО, только потому, что мы являемся красной аварийной зоной. И не секрет, что эта аварийная зона была создана подставными ДТП, которые у нас в Карачево-Черкесии процветали. И каждый, извините меня, товарищ мог похвастаться, как он, давайте назовем поприличнее, как он обобрал страховую компанию и получил денежки. Теперь, как ситуация сейчас? Есть ли у нас шанс все-таки стать розовенькими? Мы медленно, очень медленными шагами идем все-таки... От красного к розовому. От красного к розовому, да. В том числе и благодаря сотрудничеству страховых компаний и правоохранительных органов. Однозначно есть результат этого, и это как накопительный эффект, дальше будет больше. Ждите. А вот как можно определить, человек идет на подставной ДТП или нет? Вот сидит мать-старушка, и вдруг у ее сына появляется старая Бэха, старый Мерседес или там Поршка-Йен. Может ли быть это звоночком для матери-старушки, что вслед за деньгами вдруг появившимся после этого автомобиля придут полицейские с уведомлением о возбуждении уголовного дела? Потому что в Карачевске есть уже уголовное дело. Дела возбудились, и уже даже некоторые товарищи под следствием находятся в СИЗО. Да. Это впервые за много лет, я работаю уже 12 лет в страховании, впервые за много лет в этом году наконец-то возбудили уголовные дела и продолжают возбуждать. И однозначно это звоночек и для родителей, и для тех людей, которые занимаются такими подставными ДТП. Надо задуматься, что рано или поздно придет конец этим легким деньгам, которые сейчас люди зарабатывают. Поэтому думайте, думайте, господа. То есть покупать старый Мерседес, БМВ и Порш Каен, это... Уже невыгодно. Можно в тюрьму угодить. Да. То есть уже все. Начали над этим думать уже правоохранительные органы, начали доказывать, и сейчас уже опасно, на самом деле, этим заниматься. Спасибо вам большое. Приятного дня. До свидания. У этого котенка папа британец, а мама из Черкесска. Ему чуть более двух месяцев. Этого сироту нашли в подвале. Искупали, обработали, сделали все прививки и научили хорошим манерам. Теперь британцу из Черкесска нужна семья. Малыш обещает аккуратно кушать, играть и быть ласковым. Таким мы сделали это бодро и полезно утром. До новых волнующих встреч. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok